Сегодняшний день, Диас, хотелось, конечно, вас хвалить и хвалить, но вынужден сказать, что за счет того, что вы сегодня переполнены проектами, резидентами, вы уже становитесь не так инвестиционно привлекательны, как, например, площадки, у которых есть свободные площади, дополнительные ресурсы, с точки зрения электричества, водоснабжения и так далее. Но я же понимаю так, что старейший технопарк с такой многолетней историей не должен остановиться на достигнутом, и вы, наверное, также открыты для инвесторов, для потенциальных партнеров с целью дальнейшей реализации своих проектов. Расскажите, поделитесь, по какому пути вы идете в Российской Федерации с целью привлечения новых инвестиционных проектов? Как вы подстраиваетесь под сложившуюся ситуацию, конфигурацию рынка, ситуацию политическую? Как это у вас происходит? Расскажите, пожалуйста. И дальше мы уже, уважаемые коллеги, будем двигаться по другим странам, которые также здесь присутствуют, чтобы они поделились своим опытом. Пожалуйста. Спасибо, Михаил Александрович. Да, на самом деле мы, как технопарк «Идея», уже 20 лет на рынке создаем комфортные условия для наших резидентов, для компаний, которые занимаются инновационным бизнесом. Мы, как технопарк, располагаемся в самом центре города Казани. И, конечно же, наша локация вызывает неподдельный интерес как у бизнеса с точки зрения площадей, так и под офисы и лаборатории. Выгодное положение наше, оно одновременно дает возможность комфортно работать нашим резидентам и сотрудникам, так и позволяет использовать всю инфраструктуру города Казани. Состав акционеров нашего технопарка, он также диктует нам, помимо коммерческих целей, еще и важные для региона направления работы. Мы в ходе своей работы развиваем также инновационные проекты, помогаем развить, создавать и улучшить промышленное производство Республики Татарстан, стимулируем изобретательскую, рационализационную деятельность с целью развития новых и перспективных проектов. На слайде представлены некоторые из наших ягодных резидентов, каждый из них заслуживает отдельной истории, отдельного рассказа. Но я бы хотел остановиться на одном из наших резидентов, это компания «Эйдос», которая 10 лет назад пришла к нам в технопарк, и буквально два молодых человека на себе занесли в технопарк кабину автомобиля «КамАЗ», обвесили при нас ее мониторами, экранами и показали, чем они будут заниматься. А хотели они заниматься тем, что создать симулятор сдачи автомобильных экзаменов для госавтоинспекции. Ребята начинали с этого. И за 10 лет ребята превратились в холдинг, состоящий из 12 компаний, которые занимаются сейчас и робототехникой, и телемедициной. И у них все получается, у них есть представительства в разных концах земного шара. Для нас, мы, как фактически, являясь инновационной инфраструктурой, фактически делаем таким образом, что предприятие, с которым мы работаем, в большей части выполняет заказы как для вузов республики, так и для промышленных предприятий. Если брать основного профиля наших резидентов, нашей компании, то в данном случае мы также ведем работу. Мы хотим стать, по большей частью, площадкой для арендецентров крупных предприятий. С чем это связано? Ну, во-первых, как я уже сказал, и вы видели на предыдущем слайде, те 2 гектара земли 30 тысяч квадратных метров, которые есть, и которые заполнены на 99%, они фактически, ну, не дают нам сейчас роста наверх, мы располагаемся в центре города, многоэтажку мы не можем себе позволить вниз идти, зарываться в землю, там метрополитен. И вот тот квартал в центре города, который есть у нас, это все то, что у нас есть. Но мы не стоим на месте, естественно, мы ищем сейчас пути решения для того, чтобы, заполнив технопарк идея R&D центрами крупных компаний, предложить им дальнейшую логичность развития. Это предложить площадку, на которой будут развернуты предприятия для мелкой серии, для опытных экземпляров, для серийных, мелкосерийных производств. Что касательно, как я говорил, истории успеха, то в ней мы можем сказать, что у нас есть ряд лидеров компаний, которые в нашей истории достигли очень хороших результатов. В частности, вот группа компаний ГКС занимается производством автоматизированной системы учета газовой и нефтяной промышленности. И на сегодняшний день, по итогам их работы, они фактически производят 10% всего природного газа, который экспортируется, производится через их оборудование, через их счетчики. Компания SmartHead работает в премиум сегменте для компаний в области интернет-рекламы. Компания СТП является ведущей лабораторией метрологической в Российской Федерации. Технопарк для республики – это не только технопарк как таковой, но и по решению республики Татарстан мы являемся в статусе института развития. Для нас это накладывает определенного рода ответственность, и мы, соответственно, стараемся работать в разных областях, коммуницировать не только с предприятиями республики Татарстан, но и работать с научным сообществом, с университетским сообществом, с академическим сообществом, и выступаем, своего рода, таким хабом между реальным сектором экономики республики и вузовским научным сообществом. Для того, чтобы более хорошо и правильно это у нас все получалось, мы стали региональным оператором фонда «Сколково». Но, к слову сказать, в данном случае мы тоже определили для себя определенные ниши, в которых у нас есть компетенции. В частности, это направление диптека, промышленных технологий, и направление энерготехнических технологий. Все остальное «Сколково» передало управление нашим соседям, это IT-парку. Ну и на протяжении, по-моему, последних 10 лет мы входим в рейтинг топ-10 Ассоциаций кластеров и технопарков России, при том, всем, как Михаил Александрович сказали, мы стараемся держать топовую вот эту планку и ниже уже не падать, потому что ниже уже земля, только наверх. Также мы занимаемся и ведем такую работу, как развитие технологического предпринимательства в Республике Тарстан. Имеем в нашем пуле большой объем тех экспертов из реального сектора экономики, которые помогают нам в работе, в частности, с фондом содействия инноваций, фонд Бортника. Мы были региональным представителем этого фонда и привлекли в Республику Тарстан более 1,4 миллиарда рублей за 4 волны, которые они проводили, по итогам которой ребята, вчерашние и сегодняшние студенты, становятся миллионерами. И по итогам августа 2023 года, 389 ребят в Республике Тарстан стали миллионерами. Мы таким образом помогаем развивать технологическую составляющую. Долларовыми миллионерами. А? Долларовыми. Пока рублевыми. Также мы не забываем о том, что, в принципе, технопарк, он должен коммуницировать и работать и выращивать ребят, которые в последующем будут предпринимателями, изобретателями, рационализаторами. В этом отношении мы также поддерживаем и создали у нас в технопарке авиасудомодельный кружок, где в наше время, когда мы сейчас живем, все хотят быть айтишниками, а мы все-таки решили, что хотим быть ближе к тем ребятам, которые умеют работать молотком, выпилить лобзиком, сварить контакты паяльником. Для нас это вот запах канифоли для детей, чтобы он был знаком с детства. И не только там сидеть за клавиатурой. Соответственно, ребята нашего авиасудомодельного кружка занимают лидирующие позиции не только в соревнованиях на территории республики, но и в других субъектах Российской Федерации. В прошлом году мы озадачились тем, что есть спрос у предприятий республики повторить и сделать новые разработки, которые были ранее у других предприятий. Мы создали на базе материологической лаборатории в технопарке идеи распределенный межстрателевой центр реверсивного обратного инжиниринга. Это получилась очень интересная модель, в которой мы, собственно, задействовали наш комплекс материологической лаборатории, заключили партнерские соглашениями по моделированию, прототипированию из компании Центра цифровых технологий. Это как такой получился паровозик своего рода, где мы являемся локомотивом и подцепляем предприятия другие к нам в Центр реверсивного инжиниринга для того, чтобы каждый вагончик фактически был со своими компетенциями. И вот одним из таких локомотивчиков наших является Центр моделирования, прототипирования компании Центра цифровых технологий, которая занимается промышленной томографией, которая занимается вычислительными решениями и позволяет нам осуществлять заказ, скажем так, провести мы сначала материологическую лабораторию, выявить состав химически-домолекулярного уровня и создать технологическую карту для повторения тех решений, которые нам нужны. Но, естественно, чтобы повторить, надо еще и изготовить. Для этого у нас есть такое решение, как ресурсный центр Казанского инновационного технического колледжа, который имеет пятикоординатные станки. И вот мы фактически замкнули полный цикл. В этом отношении мы открыты для дальнейшего расширения и приглашаем вас всех к сотрудничеству именно в области Центра реверс-инженеринга. Также мы, как я говорил, являемся таким буфером для предприятий Республики Проводственного научного сообщества. И таким образом получается такая работа, что не секрет, когда они начинают общаться между собой напрямую, появляется напряжение. Мы встаем между ними, принимаем от предпринимателей решение задачи и распределяем это решение между музовским сообществом, уже зная точно, кто на чем специализируется. Таким образом, мы уже решили для наших предприятий, и не только Республики, 80 технологических задач. А отраслевые приоритеты, в которых мы являемся основными, в которых мы фокусируемся, это микроэлектроника, приборостроение, робототехника, химия, нелетехимия и агробиотехнология. Вкратце, как-то так, рад буду пообщаться. Спасибо большое. Спасибо большое.